Прежде чем я расскажу о нашей очередной стоянке, пара слов для тех, кто впервые попал на мой канал. Мы с Олегом путешествуем на самодельной парусной яхте по Средней Волге в районе Самарской Луки. Вверху ссылка на первую серию этого путешествия. Итак, одна из особенностей нашей стоянки, это то, что совсем рядом со стороны коренного русла Волги находится вот такой закоряженный участок. Мне кажется, здесь вполне реально поймать головля. Ну, по крайней мере, у меня ловля головля нахвостом ассоциируется вот с такими местами, с таким коряжником. Поэтому я и взял в руки нахвостовую удочку, сел в надувную лодку, наш тузик, и поехал за головлем. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Солнышко уже высоко, пора двигаться дальше. Решили не выходить на коренное русло, а пошли напрямую по протоке. Наверное, зря. Здесь ветра почти нет. Но скоро протока расширилась, и появился ветер. Наконец-то вышли на простор, ветерок приятный, солнце, скорость хорошая, яхтинг, как на картинке. Субтитры подогнал «Симон» Выбрали себе местечко для ночевки. Здесь уже нет рядом протоки. Есть только основное русло с баржами, пассажирскими и грузовыми теплоходами. Зато хороший выход на берег и песочек. Есть и камышек, где можно попробовать половить рыбку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Новое место, новая стоянка. И сейчас я хочу попробовать половить на поплавочной улице. Если честно, я очень редко, когда ловлю на поплавок. Вообще, мое увлечение рыбалкой начиналось не с поплавка, как у большинства, не с детства. А у меня начиналось все со спиннинга. Поэтому поплавок как-то прошел мимо меня. Но вот с недавних пор я ощутил некую такую прелесть поплавочной ловли. Не потому, что мне стали попадаться какие-то трофеи, большие рыбы, которые я не могу выловить спиннингом или нахвостом. А, наверное, потому, что поплавочная ловля очень приближена к медитации, к такому медитативному состоянию души и тела. Так что и меня не миновала чаша сия. Я взял поплавочную удочку. У меня обычная удочка абсолютно, даже без катушки, поплавок, грузик, крючок. А в качестве наживки, ну, в качестве наживки, не знаю, если поймаю какого-нибудь овода, когда не надо, так они просто съедают. А вот сейчас ни одного овода нет. Но есть банка кукурузы. Поэтому с кукурузой начну. Если оводы начнут меня кушать, то тогда в качестве наживки пойдут оводы. Далеко заходить я не буду. Прямо здесь, на месте стоянки, попробую выловить какую-нибудь рыкку. Глубину сделать надо поменьше. Мне казалось, что это достаточно плохо. Ладно. Пошли. Пошли. С берега не ловится, не клюет рыбка. Видно, она ищет где глубже. Так же, как человек, где лучше. Поэтому я сейчас отвяжу свою лодочку, сяду на нее и пойду в те места, где глубже. Примерно после часа бесполезного купания поплавка я все-таки решил взять в руки спиннинг и попробовать поймать щуку. Ром, что там у тебя за движение на борту? Показывай, батенька. Сейчас. Показывай. О! Слушай, отлично, отлично. Вот она щучка. Слушай, это щучка. А подходи поближе, потрендим. Например. Бога подарила все-таки щуку. Ага. Просто везение. Или не везение. Как вы видите, в заключительный вечер река нам подарила шикарный ужин из свежей рыбы. Я почистил, Олег пожарил и больше мы ничего не готовили. Но все равно всю щуку не осилили. Осталось даже на завтрак. Какой шибарист. Убираем. Какая шибарист. Аблик. Да. Убираем. Дай этот квадрат. Осталось много. Более. Бразерс называется, Бразерс 8 Не нашенки почему? В чем Бразерс? Не знаю Ну а по-русски? Не, по-русски Наше любимое вечернее занятие, которое стало уже традиционным Мы садимся в кокпите и наблюдаем с нашей, так сказать, домашней террасы за жизнью реки Снимаю? Так ей хочется щучью голову, а боится Музыка 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 Наш заключительный переход до базы Тут совсем рядом Достаточно только пересечь Волгу И чуть пройти по протоке И, собственно, все Мы на месте Музыка 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 Пришли на базу И, пожалуйста, гадюка Музыка 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 Немного грустно, но пришло время опускать паруса Складывать мачту И прощаться с этими гостеприимными местами Но, вообще-то, наше путешествие не заканчивается В следующей серии я сделаю полный обзор нашего похода И еще туда войдут интересные места и достопримечательности которые не вошли в предыдущие серии. Так что, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось, конечно. В общем, до скорого, увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok